Один из главных недостатков радиоуправляемых моделей это ограниченный радиус действия. Поэтому сегодня мы покажем, как снять эту усмирительную рубашку. Мы забрали с почты нашу посылку, маленькую. Через несколько секунд мы увидим этого зверя. Ну что, приступим к вскрытию? А тут картон! А нет! Тяжелая! Ого, вот это колесище! Но самое интересное находится под капотом. Капот здесь открывается вот так. Раз, и нет его. А под капотом у нас находится, я, честно сказать, сам этого не ожидал, но у нас там находится чулок. Самая главная вещь. Только посмотрите, какой мощный аккумулятор! Мотор какой-то вообще ядерный, ядерный, рифленый. Контроллер к нему идет. Железная подвеска. Посмотрите на эту подвеску. Очень странный. Честно скажу, таких культецких надо еще поискать. Подсоединяем. Как она тут? Колеса не раздуваются. Рубимся. Первое испытание наше чудо-микро-машинки. Неплохо. Неплохо. Еще. Еще. Попробую плавно. Да, вот. Ты видал там на кончике-то? Я не шел. Ты видал? Все так и знал. Все целое. Наша задача проедет. Твоя ель на топканной тропинке проедет, а ночи нет. Пробуем. Ты видишь тот два сва. Вообще. Твоя грузка. Смотрите. Вообще, такое ощущение, будто она на своей родной... Ух ты, чуть себя не попал. В родной стихии. Это я родная среда, такое чувство. Мы запускаем новый проект. Убрать ограниченный радиус нам поможет интернет. Мы реализовали вот такую вот схему. Компьютер, интернет, сервер, интернет, модуль ESP8266 и двигатели. Модуль ESP8266. Мы заказали сразу с платы расширения. Благодаря ей нам не пришлось ничего паять. Её мощностей достаточно, чтобы полностью реализовать все функции. А самое главное, что он умеет подключаться к Wi-Fi. Что в нашем случае важнее всего. Настраивается он так же, как и Ардуино. Для удобства мы использовали макетную плату и провода ПАПАПАПА. Подключили модуль с помощью 3G модема, раздающего Wi-Fi. Но можно использовать и обычный телефон с включённой точкой доступа. Наш двигатель управляется ШИМ-сигналом. Поэтому, чтобы он корректно работал, мы откалибровали его контроллер. Установив среду разработки Ардуино и перепрошив ESP, мы собрали схему и к ней подключили двигатель. Для управления нашей машинкой мы написали программу и загрузили её в ESP. Арендовали сервер и залили на него интерфейс управления. Видеопоток мы будем передавать через обыкновенный скайп на телефоне. Который мы закрепим на наш спойлер. Мы благодарны магазину GearBase за этого бизона. Кстати, сейчас на этом сайте проходит акция 11.11. Это эпическая распродажа, скидки, мешки сюрпризы, добавки к заказам, подарочные купоны и множество других приятных сюрпризов. И главная новость это флеш сейлы. Каждый день с 7 по 20 ноября в 3.00 и в 19.00 по Москве вам будет предложено до 8 товаров в каждой волне с огромными скидками. 4 из них будут предложены за половину цены, только по 20 штук. Каждый новый покупатель получает эксклюзивную скидку 3 доллара. Следи, чтобы не пропустить. Ссылка в описании. Ну что, давайте посмотрим как это работает. Управление осуществляется с 6 кнопок. Вперед, назад, газ влево, газ вправо и задний ход влево и вправо. Пока управление осуществляется с кнопок, мы ограничили скорость до 15% для большей безопасности. Давайте протестируем ее на улице. Так, вот там у нас машинка с камерой. Тут у нас скайп с телефона. Тут у нас интерфейс управления. Сейчас попробуем чуть-чуть проехаться. Ну, задержка в управлении минимальная. Тихо. Единственное, что скайп немножко задержку дает. Ну что, наш зверь полностью готов. Применению этой машинки со скайпом и удаленным управлением может быть очень много. Например, установив на нее удочку на сервоприводах, можно сгонять на рыбалку. И даже дождь и снег не помеха, потому что ты находишься дома в своем теплом уютном диванчике, в VR-очках и удаленно на ней рыбачишь. Как ты думаешь, как еще можно применять эту интересную и необычную технологию? Пиши в комментариях, а мы сделаем это. А пока жди следующего выпуска, в котором мы полноценно протестируем этого монстра. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы увидеть новое видео в числе первых. Отдельное спасибо Тарасу Москальчику, а также Дмитрию Петру за помощь в подготовке этого видео.